Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Актобе рискует погрязнуть не только в мусоре, но и в фекалиях. Владельцы осенизаторских машин грозятся остановить работу и оставить город утопать в собственных экстрементах. На крайней мере, по словам частников, они вынуждены пойти из-за новой системы талонов. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Мы тоже не пойдем. Мы тоже против этих талонов. Мы четыре дня точно будем стоять. Потом пусть Акимат решает дальше. Водители осенизаторских машин сегодня протестовали против новых правил. Теперь за каждый рейс на сливную станцию они будут платить по тарифу. С трехкубовой бочки отходов 215 тенге. По словам возмущенных, это очень высокая цена. И если ее не снизят, то горожанам придется утопать в своих же фекалиях. В первую очередь это удорожание для клиентов. Соответственно, клиент начнет отворачиваться. Соответственно, я потеряю работу. Если я платил сейчас 15 тысяч в месяц, то я буду платить 150 тысяч в месяц. Тем временем, ВАУ Ахбулах, который отвечает за канализационные коллекторы в городе, считают, что все по справедливости. Если раньше частники платили в месяц 15 тысяч тенге и могли хоть круглосуточно возить на станцию отходы, то по талонной системе компания получит свыше 80 тысяч тенге в месяц вместо 15 с каждой машины. Тариф для населения трехкубовый, допустим, у нас будет 215 тенге. Один талон будет стоить. Они с населением в среднем от полторы до двух с половиной берут. 200 тенге им это дорого для них с каждого рейса. Но это действующий тариф, мы же не придумываем его тоже. На местном водоканале говорят, что тарифы ввели, потому что открыли новые три сливные станции. На охраняемую территорию теперь будут заезжать машины только с талонами. Правда, возникает вопрос, а не станут ли водители ассенциационных машин искать легкие пути и сливать отходы в незаконных местах. В Ак-Тубе такие случаи бывали раньше и не раз. Эльмира Яжанова, Салхамбекенов, Информбюро, Ак-Тубинская область.